Учиться экономить нужно с детства. В этом уверены запорожские педагоги. Вместе со всей страной решили принять участие в международных энергосберегающих проектах и конкурсах. В программе задействовано 80 украинских школ, из них 5 – запорожские. Как собираются экономить в местных альмаматор, расскажет Марина Титова. Установка энергосберегающих ламп, утепление зданий и замена коммуникаций – вот главные составляющие энергосбережения. Этих правил придерживаются теперь и в 103-й школе. А еще здесь учат детей экономить энергоресурсы. Объясняют, почему нельзя оставлять включенными свет, компьютеры, магнитофоны или телевизоры. Учителя уверены, школьники должны сами понять, насколько важен вопрос энергосбережения. Перед нашим обществом стоит одна из главных задач – это воспитание такой личности, которая будет энергетично и экологично информированной. В первую очередь, также это дети, которые должны обладать навыками энергосбережения. Такие дети необходимы в современном украинском и европейском обществе. Экономить энергоресурсы теперь учатся и в 20-й школе. Там старшеклассники создали команду и взялись за измерение уровня освещенности помещений, температуры воздуха и не только. Сейчас ребята проводят энергоаудит классов и коридоров школы. Результат обещают обнародовать и проанализировать. Ребята и учителя покажут результаты проведенного аудита, проанализируют их вместе с техническим экспертом. И далее будет осуществляться уже комплекс мероприятий, связанных с тем, как же дальше быть, как улучшить ситуацию с потреблением энергетических всех ресурсов. По словам представителей Гордепартамента экономического развития, такие энергоаудиты проводятся в школах не случайно. Пять запорожских альмаматор принимают участие в энергосберегающем проекте. В итоге будут подсчитаны объемы потребления электроэнергии во время конкурса и на протяжении последних трех лет. В финал выйдут только три школы. Победителей ждет приз. Рассматриваются два варианта поощрения. Это проведение профессионального энергетического аудита. Но при проведении организационного семинара представители учебных заведений были более склонны к тому, чтобы можно было поощрить школы с закупкой непосредственно энергоэффективного оборудования, в частности, это приборов освещения. Главная цель конкурса – сократить потребление света в школах и научить детей бережно использовать энергоресурсы, говорят организаторы. Отмечают, в планах провести подобный энергоаудит еще на 40 объектах бюджетной сферы – в детских садах, бассейнах и других альмаматор. Продолжение следует...